Время инноваций на телеканале Губерния. Здравствуйте! О том, как технологии меняют нашу жизнь в ближайшие несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основе технологии преобразование энергии радиоизотопов. Второе название будущей батареи – ядерное, так как в качестве радиоактивного источника применяется изотоп углерода, период полураспада которого невероятно, но 5700 лет. Где-то на атомной станции азот превратили в углерод 14-й, то есть затратили энергию. И вот эта энергия затем высвобождается. То есть этот углерод 14-й снова распадется до азота. При этом вот этот процесс растянутого времени, и ее не надо заряжать, ее сделали и забыли. В качестве подложки под радиоактивный элемент используется еще одна разработка физиков университета – карбид кремния. Во-первых, материал этот очень устойчив к радиации. Во-вторых, благодаря особенной структуре из нано-порт, такие пластины выдерживают температуру до 350 градусов Цельсия. Известно, что роботы-ликвидаторы Чернобыльской АЭС быстро выходили из строя, у них сгорали батареи. Источники питания на карбиде кремния выдержали бы излучение в 10 раз больше. Технология эта отлично подойдет к использованию в приборах автоматизированных систем контроля. Особенно в труднодоступных районах Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Космос и беспилотный транспорт тоже ждут подобную разработку из-за малого удельного веса источника питания. А благодаря небольшому размеру применять его смогут и в медицине. Сегодняшние кардиостимуляторы имеют сравнительно небольшой срок службы. А с инновационной батареей повторное хирургическое вмешательство не потребуется. Но и в обычной жизни каждого подобная технология найдет себя. Диски, это CD-диски, флешки и так далее. Они рассчитаны на определенный срок работы. При использовании питания для поддержания функциональных способностей памяти можно было бы сделать этот ресурс фактически вечным. Патент на технологию изобретения новых структур для преобразования ядерной энергии в электрическую университетом получен. Выпуск опытного образца батареи запланирован на конец года. Самым простым и дешевым способом изготовления деталей сегодня остается литье. Но современные технологии и этот процесс сделали дешевле, экологичнее и быстрее. Сегодня я расскажу о художественном литье. Как правило, таким способом изготавливают штучные детали, предметы искусства. Но их стоимость напрямую зависит от количества операций, выполненных вручную и дороговизны самих материалов. В Самарском центре литейных технологий объединили традиции и инновации. И вот что из этого вышло. Инновации в трехмерной печати перевернули представление о моделировании деталей для отливки. Этот этап сокращает срок изготовления, делает его более наглядным и позволяет менять размер. В Центре литейных технологий Политехнического университета метод освоили, тем более что он как нельзя лучше подходит для художественного литья, где все изделия штучные и уникальные. Процесс создания детали нам демонстрируют от и до. Изготовленную из легкоплавкого состава форму покрывают огнеупорным материалом, затем ее прокаливают при высокой температуре. Легкоплавкий состав при этом топится и вытекает. Вместе с ним удаляются излишки влаги и форма готова к заливке металла. В данном случае вы видите форму, изготовленную из огнеупорного материала плавленый кварц, коэффициент линейного расширения которого близок к нулю. Вот поэтому он не расширяется и можно заливать металл практически в холодную форму, если, конечно, она прокаливает. Инновации позволили сделать следующий этап плавки более экологичным. Индукционные плавильные печи заменили газовые. Главное достоинство – отсутствие процесса нагрева в промежуточных стадиях. Тепло сразу передается объекту, это экономит и время, и электроэнергию. Индукционная плавка считается самым производительным процессом и самым экологически чистым. То есть там нет продуктов сгорания газа. В настоящее время в центре у нас три индукционных плавильных современных печей, которые позволяют плавить температуру, скажем, от 1400 до 1700 градусов. Практически все черные цветные сплавы. При этом температура распределяется равномерно. Это нужно для однородности химического состава в многокомпонентных сплавах. А сама конструкция современных печей позволяет полностью сливать расплавленный состав из установки. Готовой форме дают остыть, разбивают, деталь готова. Таким способом можно выплавить изделия любой сложности, предметы искусства или полезные в быту вещи. В России может появиться закон, официально разрешающий врачебное консультирование пациентов онлайн. В проекте документа, правда, указано, что при помощи скайпа или других приложений можно только диагностировать или наблюдать за состоянием здоровья пациента, но не назначать лечение. Интернет дает возможность обратиться к специалистам из другого города или даже другой страны. Вообще телемедицина в России практикуется уже лет 20, изначально в режиме от врача к врачу. Более опытные подсказывают коллегам, наблюдая за ходом сложных операций или устраивают онлайн-консилиумы. По мнению экспертов отрасли, телемедицина даст толчок к развитию гаджетов для диагностики. Уже созданы электронные стетоскопы, которые прослушивают сердце и легкие, передают данные на смартфон, а тот пересылает их на сервер, где они обрабатываются и автоматически определяется наличие проблем. Для больных эпилепсии созданы умные часы-браслет. В момент обострения болезни гаджет отправляет на смартфон опекуна или родителя сигнал с координатами носителя браслета. Это все американские разработки. Российские фонды тоже вкладываются в медицинские стартапы. 16 миллионов рублей инвестиций получила компания, которая через полтора-два года намерена предложить прибор для диагностики рака груди, который можно будет вшивать в бюстгальтер, а данные с него будут передаваться на смартфон или компьютер врача. Если у вас есть идеи, наработки или готовые прототипы медицинских или любых других технологических приборов, можете смело подавать заявку на участие в «Умнике». Конкурсе от фонда «Содействие развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Грант в 500 тысяч рублей можно получить, пройдя два этапа. В начале проекта изучат эксперты, ученые, бизнесмены и представители инновационной инфраструктуры региона. Чтобы ни одна великая идея не затерялась в университетской лаборатории, представители регионального центра инновации посетят все крупные вузы Самары и Тольятти, объяснят, как сделать презентацию и грамотно представить комиссии свой проект, так как прошедшим финал нужно будет защитить свой проект и доказать его инновационную составляющую и коммерческую привлекательность. Полуфиналы в Самарской области начнутся уже 12 октября. У меня на этом все. Больше интересного в наших следующих выпусках. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин